Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За сутки в Самарской области зарегистрировали 754 случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Больше по-прежнему только в Москве, Питере и Московской области. Общее число заболевших ковидом в регионе с начала пандемии – 114 554. Такие данные в четверг опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 456 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписались 90 693 пациента. Вакцинация и соблюдение личной гигиены – пока единственные способы борьбы с распространением коронавируса. В Самарской области количество заболевших за год выросло в два раза. Об этом заявил региональный министр здравоохранения Армен Бинян, сравнив масштабы сегодняшней пандемии с испанкой, которая вышивала в мире 100 лет назад и унесла миллионы жизней. С подробностями Мария Левина. Эпидемиологическая ситуация в мире сравнима разве что с эпидемией испанки в 1918 году – самым масштабным заболеванием в истории человечества, заявил министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. Число пациентов с коронавирусом сегодня превысило значение максимальных показателей прошлого года в два раза. Вирус мутирует и быстро распространяется. Как только вирус почувствовал, что с ним научились справляться и бороться, он мгновенно изменил свои свойства. Появилось несколько штаммов, несколько разновидностей вируса, что обеспечило, обусловило больше оборот вируса в природе. Он стал быстрее передаваться от человека к человеку. Он стал проявляться более тяжелыми формами заболевания. В больницах региона развернуто более 7,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Свободными остаются около 500. Для больных с ковидом и ОРВИ перепрофилируют отделение поликлиник, разворачивают дополнительные койки в больницах. Мы мобилизовали все свои ресурсы, которые только возможны. Более 1200 коев, он весь занят пациентами с ковидом. Мы выставили койки в коридоры. Чем отличается ковид? Да, наверное, он изменил свою клиническую картину, но это не суть важно. Наверное, если мы помним свои предыдущие волны, мы начинали с того, что терялось обоняние, люди переставали что-то чувствовать. Сейчас, наверное, этот признак в большинстве случаев ушел. На первое место выходит лихорад, повышение температуры тела. Главный способ профилактики распространения вируса медики видят в вакцинации. Она не отменяет возможности заразиться, но, как показывает статистика, у вакцинированных пациентов болезнь протекает легче. Сегодня прививку можно делать и беременным, и кормящим мамам, говорят врачи. Более того, при планировании беременности прививка обязательно, чтобы исключить заражение. Основными методами защиты, помимо вакцинации, остаются соблюдение гигиенических мер. Чаще мыть руки, использовать антибактериальные средства, избегать массовых скоплений людей и соблюдать социальную дистанцию. Важно также использовать средства индивидуальной защиты, как в помещениях, так и транспорте. Ежегодно в Самарскую область прибывают более 20 тысяч иностранцев. Для гостей из зарубежья в регионе заработали три прививочных кабинета. Там можно получить дозу вакцины «Спутник Лайт». Однако для иностранцев прививка платная. Все нюансы расскажем в следующем сюжете. Али приехал в Самару учиться по обмену из Египта. В будущем он планирует стать хирургом. В городе на Средней Волге ему очень нравится. Хотелось бы продолжить обучение. Для этого есть обязательное условие – вакцинация. У нас в Египте есть много. Например, «Спутник» есть тоже. У нас «Женсун», у нас «Стрезайка». Я читаю много на интернет, поэтому «Спутник» – это очень хорошо. Один раз. И очень важнее сюда, потому что я в России. Много читаю «Спутник». Пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции для иностранных граждан в регионе начали работу с 12 октября. Прививки иностранца могут сделать либо за свой счет, либо за счет средств работодателей. Вакцинация является на данный момент единственным способом побороть коронавирусную инфекцию. Нам необходимо создать надежную иммунную прослойку. И вакцинация иностранных граждан тоже является важным моментом в достижении этого критерия. Пройти вакцинацию иностранцы могут в трех пунктах. Два из них открылись в Самаре на кабельной 13А и на Новосадовой 311, а также один в Тольятти. Время работы пунктов с 8 утра до 8 вечера ежедневно. Вакцинация проводится «Спутником Лайт». Иностранным гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Сделать прививку от коронавируса может гражданин старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам, указанным на экране. Мария Левина, События. В Самаре усилили работу по дезинфекции общественного транспорта. Автобусы, трамваи и троллейбусы моют чаще и чище. Санитарные нормы ужесточают, чтобы в регионе не пришлось вводить локдаун. Одна из новых мер, которую ранее приняли на заседании штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, это блокировка карт для пенсионеров. Жители старше 65 лет, не переболевшие ковидом и не сделавшие прививку, не смогут оплатить проезд транспортной картой. Подробнее о нововведении расскажем в сюжете. Каждый день в наземном электротранспорте Самары ездят около 200 тысяч жителей. Чтобы обезопасить пассажиров, подвижной состав дезинфицируют перед каждым выходом в рейс. Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией санитарные меры ужесточают, моют транспорт как снаружи, так и внутри. Например, на подготовку трамвая уходит около двух часов. Раствором на основе хлора специалисты обрабатывают прежде всего все контактные поверхности, поручни, стекла, валидаторы, сиденья. Обработку мы разделили, то есть ночь она производится более полноценной, то есть максимально охватывается спинки, сиденья, полы, пол, поручни, еще раз подчеркну, и трамвай выезжает в первую утреннюю смену. Потом, когда он возвращается, с учетом того, что там время у нас уже небольшое в готовке второй смены, то подключаем кондукторов, они, соответственно, с мойщиками, с уборщиками еще раз протирают. Еще одной вынужденной мерой по противодействию ковиду, которая также касается транспорта, стала блокировка социальных проездных карт у пассажиров старше 65 лет. Но это ограничение коснется только тех, кто еще не успел привиться от коронавируса или не болел ковидом в течение полугода. Так как карты именные, их будут блокировать точечно в соответствии с информацией о прививке или болезни. Такие сведения, а также данные о номерах карт, подлежащих блокировке, поступают из профильных региональных министерств. Для оперативного решения возникающих вопросов жители могут позвонить на горячую линию. Просьба воздерживаться от поездок на общественном транспорте этой категории граждан. Если же у кого-то есть вакцина, то сохраняется прежний режим. То есть вы также заходите, также оплачиваете кондуктору на терминал своей социальной картой. И никакой QR-код при этом или справку о том, что вы вакцинированы, предъявлять не надо. Конечно же, это вынужденная мера. Сейчас у нас каждым днем растут цифры по заболевшим. В том числе было принято решение заблокировать карты тем, кто не привился. Только из-за того, что это забота о пассажирах, а забота о тех, кто 65 и старше. Ограничения, включая дополнительные, будут действовать до особого распоряжения оперативного штаба. Отменят эти меры только после нормализации и педобстановки в регионе. И от каждого зависит, насколько быстро это произойдет. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. За чистый воздух, воду и реки. В Самаре продолжается масштабная реконструкция городских очистных канализационных сооружений. Срок ввода в эксплуатацию некоторых объектов запланирован на конец декабря этого года. Работы ведутся в рамках целевой программы «Оздоровление Волги. Нацпроекта экология». Как идет обновление ГОКС, сегодня проверил первый вице-мэр города Владимир Василенко. Что изменится на очистных сооружениях с внедрением новых технологий, расскажет Ольга Павлова. Еще полвека назад, а именно в 70-е годы прошлого столетия, невозможно было и представить, что очистные сооружения города будут работать и выглядеть по-новому. Масштабная реконструкция началась здесь в 2013 году, а в 2019-м продолжилась уже с новым объемом инвестиций. На обновление ГОКС из федеральных, региональных, муниципальных и частных средств направили свыше 3 миллиардов рублей. Эта реконструкция действительно прорыв, прорыв и технологический, и экологический на сегодняшний день. И, наверное, он соответствует уровню мировых стандартов. Я спокоен за этот объект. На очистных сооружениях уже достроены и практически укомплектованы современным оборудованием станции ультрафиолетового обеззараживания и нейтрализации запахов. Ввести объект в эксплуатацию планируют в конце декабря этого года. Продолжается реконструкция сооружений очистки источных вод со строительством песковых бункеров. Это позволит исключить попадание крупногабаритного мусора в трубопроводы и насосные агрегаты. Обновление сооружений биологической очистки поспособствует удалению источных вод биогенных элементов, то есть вредных химических веществ. На сегодняшний день аналогов проекту в России нет. Какие масштабные производства проходят работы здесь при реконструкции городских очистных сооружений? Впервые, подчеркиваю, с момента ввода в эксплуатацию 1974 года. Не более близко подошли к 50 годам. А данный проект у нас находится в федеральном программе оздоровления Волги. В данной ситуации в национальном проекте «Экология». Проводится на очистных канализационных сооружениях, работая по улучшению качества воздуха. В данный момент идет процесс установки оборудования «Вентлит». Оно предназначено для очистки воздуха от запахов серого водорода и аммиака. Впрочем, по словам специалистов, концентрация бредных выбросов на ГОКС всегда была в пределах нормы. А неоднократные жалобы на неприятный запах поступали от жителей Куйбышевского района только в ночное время суток. Стоит отметить, что очистные сооружения всегда работали и работают в круглосуточном режиме. Мы, учитывая пожелания и ситуацию, уже даже установку по нейтрализации запаха установили. Вот оно находится здесь. И, соответственно, закрыли все приемные камеры. Ну и теперь вопросов вообще никаких нет. Но к нам не было вопросов, потому что на источнике, когда брали бесконечные анализы, у нас на источнике запаха нет никаких превышений. Более того, самарские коммунальные системы проводят политику полной информационной открытости, беспрепятственно и круглосуточно допуская все проверяющие организации, включая чиновников, депутатов, жителей близлежащих микрорайонов, чтобы все лично смогли убедиться в том, что концентрация вредных веществ на ГОКС не превышает допустимые нормы. Ольга Павловна, Николай Епифанов, События. Эфир продолжит новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Здравствуйте, Светлана. Приветствую вас, Михаил, и уважаемые телезрители. В Центробанке хотят изменить правила выдачи кредитов. Для кого и зачем эти меры? Изменения должны коснуться физических лиц. И делается это, чтобы прикрыть лазейку для навязывания дополнительных услуг. Но сначала о рейтинге финансового благополучия регионов России. Эксперты составили рейтинг регионов, который характеризует финансовое благополучие населения по итогам 2020 года. Учитывалось отношение средних доходов к стоимости набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств граждан в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума, а также доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку. Благополучнее всего, согласно этому рейтингу, живут северяне. Ямал, Магадан, Чукотка, Ханты-Мансийский округ Югра и только потом Москва, Ненецкий округ и Питер. Самарская область из 85 регионов оказалась на 24 месте, потеряв за год одну позицию. В аутсайдерах регионы Сибири и Северного Кавказа, где уровень доходов находится на низком уровне. Последние 10 мест занимают Бурятия, Дагестан, Крым, Калмыкия, Чечня, Кабардино-Балкария, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия, Тыва и Ингушетия. Доходы некоторых россиян скоро могут немного увеличиться. Правительство дополнительно выделит 28 миллиардов рублей на выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 7 лет и 6 миллиардов на выплаты многодетным семьям. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В первой категории получателями выплат станут 2,5 миллиона семей, а во второй – более 600 тысяч. При этом Мишустин указал, что многодетных семей, у которых 3 ребенка и более, в стране становится все больше. Также премьер поручил Минтруду как можно скорее организовать единовременные финансовые выплаты участникам обороны Ленинграда и блокадникам. Центробанк предложил изменить правила предоставления кредитов физическим лицам, чтобы закрыть лазейку для навязывания дополнительных услуг. Соответствующие законы проектов несут в Госдуму уже этой осенью. Речь пойдет о том, что при объяснении условий кредита банкам придется предлагать два варианта – со скрытыми услугами и без них. Причем кредитор обязан будет предоставить заемщику расчет полной стоимости услуги. Изменения коснутся также рекламы кредитных продуктов. Россия с 9 ноября возобновляет на взаимной основе авиасообщения еще с девятью странами. Это Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд. В частности, авиасообщение с Таиландом возобновляется с учетом требований страны только для вакцинированных россиян. Если вы решили отправиться в путешествие и запасаетесь валютой, то напомню, что официальный курс доллара на 15 октября – 71 рубль и 78 копеек доллар теряет в цене. А вот евро растет в 83 рубля и 33 копейки. Нефть марки Brent – 84 доллара и 25 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Лучшего дежурного электромонтера в этот четверг определили в Самаре. В учебном комбинате компании «Т-Плюс», задействованный в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, проходил двухдневный конкурс, в котором приняли участие специалисты-электромонтеры из 14 регионов страны. Соревнования проходили в пять этапов. От знания технической документации до умения оказать экстренную помощь пострадавшим. Гульфия Сафина узнала имя лучшего в своем деле. Спасти напарника, пораженного током, и оказать доврачебную помощь. С учетом опасности производства электромонтер должен уметь и такое. Ежегодный конкурс «Т-Плюс» на лучшего в своем деле собрал профессионалов из 14 регионов страны. Если у вас нет свет, у меня работает холодильник, электроплита – это беда целая. И у нас то же самое. Проверяем, как готов наш оперативный персонал, а здесь все оперативники. Выбираем из них лучшего по профессии. Два дня состязаний, пять сложных этапов. Оцениваются умения и навыки при оперативных переключениях оборудования, ликвидации аварийных ситуаций. Судейство сурово к каждому, ведь от правильных действий этих специалистов зависит безопасность и комфорт потребителей. С минимальными ошибками к финалу дошел старший электромонтер пермского филиала Никита Горбунов. Он занял третье место. Конечно, нужно проводить такие конкурсы. Все равно, независимо, как выступишь, это повышение квалификации. Также после любого этапа проходит разбор этапа. Золото у Ильи Овчинникова из Оренбургского филиала энергокомпании. Серебро у Максима Емельянова из Свердловского. В ноябре они представят Т-плюс на всероссийском конкурсе профмастерства. Гольфия Сафина, Николай Сидоров. События. Первые значки ГТО получали еще советские школьники 90 лет назад. Сейчас возможность сдать нормативы есть у каждого, даже у шестилетнего ребенка. В Самаре прошел первый фестиваль ГТО, предназначенный для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. «Спорт доступен каждому» – такой девиз у спортсменов с ограниченными возможностями, которые сегодня сдают нормативы для получения почетного знака отличия «Готов к труду и обороне». По словам организаторов фестиваля, главная цель – состязание, чтобы каждый человек смог почувствовать, насколько он здоров физически. На сегодняшний день Министерством спорта Российской Федерации разработаны нормативы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому мы сегодня впервые проводим в городе Самара фестиваль ГТО для лиц с ограниченными возможностями. Это показатель для молодежи, прежде всего, того, что нужно заниматься физической культурой и спортом. Нужно быть здоровым. Критерии оценки конкурсантов с особенностями здоровья отличаются от стандартных. Нормативы подобраны индивидуально под каждый вид ограничений. Для проведения фестиваля закупили специальное оборудование. В зависимости от результатов, при прохождении испытаний участникам присваивается золотой, серебряный или бронзовый знак ГТО. Это знак, нормативы которого подтверждаются, выполняются, присваиваются. Определенное количество обязательных испытаний, так же, как и для обычных граждан, есть 3-4 обязательных испытания. Испытания по выбору, то есть обязательно для каждого заболевания, то есть свое количество, для своего возраста свое количество. Как только выполняет участник, соответственно, заносится в систему и присвоение знака происходит. Владимир Титов принимает участие в спортивных соревнованиях не первый год. И в этот раз тоже не остался в стороне. Сложность задания характеризуют как среднюю, говорит, бывало и сложнее. Силы придает, уверенности больше придает во всем буквально. Чувствуешь себя как-то сильнее, гордишься своими достижениями, достижениями других. Список испытаний, доступных для лиц с особенностями здоровья, обширен, чтобы каждый спортсмен мог найти, к чему лежит душа. Тут и метание мяча в цель, и удержание медицин бола, упражнения на мышцы пресса и подтягивания на турнике, бег на короткие дистанции и прыжки в длину с места. Отжимания в упоре лежа и стрельба по мишеням. Последнее, по словам участников, самый интересный этап соревнований. Здесь развернули технологичный тир. Никаких патронов и громких звуков. Все происходит, как в компьютерной игре. На ружье установлен лазер, его положение при выстреле фиксирует специальный датчик, а программа обрабатывает результат. Максим Магомедов, Сергей Баскин, События. Далее, коротко о других темах дня. Продолжение следует... И передавать их по наследству. 85% жителей России заявили о намерении принять участие в переписи населения. Она начнется 15 октября. При этом 43% респондентов заявили, что точно будут переписываться, а 42% что, скорее всего, будут участвовать. Такие данные озвучил Всероссийский Центр изучения общественного мнения по результатам опроса, проведенного в начале октября. Среди россиян, заявивших о намерении участвовать в переписи, 43% сказали, что дождутся переписчика дома. 41% перепишутся онлайн на портале Госуслуг, 9% на стационарном участке, а 6% еще не определились с выбором формата. Правительство в следующем году собирается запустить три новых суперсервиса на портале Госуслуг. Среди них трудовая миграция онлайн, безбумажные перевозки пассажиров и грузов и цифровое строительство. Предполагается подключить почти 100% государственных вузов к суперсервису «Поступление в ВУЗ онлайн», который поможет перейти на электронную зачетную книжку и электронный студенческий билет. Изменения также коснутся суперсервиса «Мое здоровье онлайн». Это постановка на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС, получение цифрового полиса, выбор страховой медицинской организации и прикрепление к поликлинике. В рамках суперсервиса «Пенсия онлайн» начнут уведомлять о предварительном расчете пенсии мужчин и женщин, достигших 45 и 40 лет. Карта жителей Самарской области теперь доступна правоохранителям и военнослужащим. Для этого им не нужно предоставлять полис обязательного медицинского страхования, как остальным жителям. Карта функционирует как банковская, с транспортным приложением и дает привилегии при покупках в магазинах-партнерах. На нее можно оформить все социальные выплаты, включая пенсию, стипендию и зарплату. На данный момент самарцы отправили почти 4,5 тысячи заявок на получение карты жителя. Художники полностью распишут стену Самарской ГРЭС. Часть стены уже расписали этим летом на Волгофесте. Суть проекта заключалась в том, чтобы разрисовать бетонный забор полосками разных цветов, каждый из которых символизировал определенную особенность Самары. Теперь распишут участок стены от пивзавода до бассейна ЦСКА ВВС вдоль Волжского проспекта. Это примерно 300 метров. Здесь появится изображение городских достопримечательностей, памятник Максиму Горькому, фонтан в парке Металлургов, пивзавод и зарисовки с городских пляжей. Православные верующие отмечают День Покрова Пресвятой Богородицы. Праздник установили в честь чудесного явления Богоматери в храме Константинополя и избавления города от нашествия захватчиков. О традициях этого праздника расскажет Никита Колосов. Прихожанка храма всех святых Марина Хвисько ходит почти на все службы. Каждый год старается посещать богослужения по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, он не переходящий, поэтому часто впадает на будние дни. Не всегда получается посетить. В этом году это получилось, я очень рада. Праздник уходит своими корнями в начало X века, когда по преданию случилось чудесное явление Богородицы и спасение Константинополя от захватчиков сарацинов. Жители города, оставшиеся без защиты, молились во Влахернском храме. Один из молящихся, святой Андрей Юродивый, увидела озаренный небесным светом Богородицу, окруженную ангелами, а вместе с ними святого Иоанна Крестителя и апостола Иоанна Богослова. Пресвятая Дева стала молиться вместе со всеми, а затем сняла со своей головы покрывало, которое по преданию светилось молниями и распростерло его над прихожанами. В Русско-Православной Церкви этот праздник появился благодаря великому князю Андрею Боголюбскому, который особо почитал Пресвятую Богородицу. У нас есть традиция, историческая традиция, чтить особо этот праздник, хотя не в Византии, не потом в преемнице Византии Константинопольской Церкви, Греческой Церкви, этот праздник не празднуется так масштабно, как на Руси. В русской культуре есть несколько традиций, связанных с праздником покрова. На Руси с этого дня начинались свадьбы. Девушки шли в храм и ставили свечу. Считалось, что сделавший это первый, выйдет замуж. Есть народная примета, чем больше снега на покров, тем больше свадеб будет в этом году. Также наши предки верили, если до праздника на деревьях не осталось листьев, то зима будет снежной и теплой. Если листва не опало, то придут сильные морозы. Никита Колосов, Константин Головин, События. На этом наш выпуск завершен. Все новости читайте на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok